Всем большой привет! Зовут меня Илона и сегодня будет видео о покупках. За несколько месяцев понемногу я их так собрала и решила все в одном видео вам показать. И перед вами схема от Толт Инна Гарден. Это достаточно старая схема, винтажная схемка с изображением милой девчушки в такой широкополой шляпке и она собирает розочки. Также здесь очень трогательные и красивые слова. Я немного их так перевела. Сборка роз это дар любви к вам. И все ваши дни будут наполнены радостью и все ваши мечты сбудутся. Вот такие слова, такое послание. Очень красивая девочка. Давно она мне нравилась. И вы знаете, я все-таки решила приобрести эту схему. И здесь в основном все, я так понимаю, выполняется ниточками DMC. Вот перед вами ключ. Ведь она еще запечатана, я ее не трогала. Это первая покупка. Следующие у меня были, конечно же, это сэмплеры от Rosewood Manor. И перед вами, мечтая о подсолнухах, очень яркий, красивый сэмплер из серии. Мечтаю о различных цветах. Вы знаете, есть розы, ирисы. Ну, у меня есть ирисы и вот такие цветы. Разбит сэмплер на 6 таких кусочков. Выполняется ниточками DMC. И также есть перевод в Салливанс можно вышивать. И рекомендует Карен Клуба вышивать на 32-м каунте цвета античный белый. Очень красивая схема. Очень красивый сэмплер. Еще один сэмплер от Карен Клуба. Всегда помню с прекрасными словами. И сама Карен пишет, что когда-то ей прислали это послание, это выражение, и она не смогла его забыть. И речь идет о послании и словах, которые здесь написаны в этом сэмплере. Всегда помните, чтобы забыть то, что вас огорчило. И никогда не забывайте вспоминать то, что вас радует. Прекрасные слова, потому что на самом деле очень часто люди помнят. Да, помним мы плохое, то, что кто-то нам сделал плохое. Но такое очень хорошее послание, что не забывайте. Не следует забывать не только плохое, что вам кто-то причинил боль. А также помнить хорошее в жизни и вспоминать с радостью и радоваться, что у вас было хорошего в жизни. Прекрасное послание. Мне очень нравится давно этот сэмплер. И я его обязательно вышью. Прекрасная будет работа, я уверена. Также перед вами комплект бисера для мандалы. От Глентон Плейс. Это осенняя мандала. Тыквенный, по-моему, пирог. Или как она называется? Тыквенный. А, тыквенный вихрь она называется. Я планирую вышивать эту мандалу осенью. Если все у меня сложится хорошо, обязательно его вышли. Также я заказала, просто заказала вот эту ниточку. От Джентл Арт. Мне очень нравятся переходы этой нитки. Я решила, пускай будет она. Смотрите, какие красивые. Так как я уже вышивала этой ниткой, мне очень она понравилась. Далее приехали ниточки для сэмплера, который я также буду вышивать. Это Джубили Велкам. Также нитки Джентл Арт. Мне необходимо будет два моточка. Доловый цвет такой, очень приятный. У нее практически, я не вижу таких резких переходов. Где-то, где-то, видите, вот здесь вот светлые цвета, очень мягкие переходы. Но они используются в этот сэмплер. И я решила полностью использовать эти ниточки по ключу. Я вам покажу сейчас картинку, о каком сэмплере я говорю. Также приехала ниточка Трейдворкс для этого сэмплера. Джубили Велкам от Стони Крик. Я благодаря Татьяне, спасибо большое ей, что она мне посоветовала взять именно 20 ярдов, а не 5 ярдов. Это 100% хлопок. Нитка ручного крошения, которая идет по ключу также в этом сэмплере. Эти ниточки я смогу также использовать где-то в вышивке. В общем, красивенная нитка. В коллекцию подойдет очень даже. И приехали ниточки Крейник. Это шелковые ниточки. Вот так они выглядят в таких нежных маленьких моточках. Вот они все такие манюни. Видите, какие у них красивые оттенки. Используются в этом сэмплере от Джубили Велкам. Осталось не только с тканей разобраться. Следующее, что я хочу вам показать, это сэмплеры Джаснен. У меня уже есть готовый один сэмплер. Я оставлю вам ссылочку, кто не видел. Эти сэмплеры достаточно небольшие. Я взяла вот такой сэмплер под названием Близ. И в комплекте со схемой, посмотрите, здесь идет такой пакет. Наполнен шелковыми ниточками и шелковыми шнурочками и бисером. То есть, очень интересно укомплектован. Сказано, что размер его 182 на 85 крестиков. В принципе, он идет такой же по размеру, как и весна в воздухе. И я думаю, что он будет прекрасно смотреться именно в пару. Очень красивый сэмплер. Очень нежный. И, конечно, это розы. Прекрасные, красивые розы. Следующий буклет, также с украшением, я взяла снежный цветок. В виде снежинки с бабочками. Вот такая красивая схема. И здесь вложен пакет с украшениями, где вы можете видеть бусины и стеклярус различной величины. И вот такую серединку. Небольшой такой шарм. Металлический шармик в виде снежинки. В виде такого цветка с розочкой раскрывшегося. Который помещается в самой середине этого цветка. С бабочками. Очень красивые, бесподобные оттенки. И, собственно, ключ. Ключ идет ДМС. И также используется ниточка перле. Восьмого размера, белого цвета. Может быть, зимой примусь за него. Посмотрим, как пойдет. И взяла я еще один зимний сюжет. Сюжет. Очень красивый. Он просто бесподобный. Он настолько праздничный и прекрасный. Посмотрите на саму обложку. И посмотрите на тот пакет, который вложен в этой схеме. Здесь идет снежинка, которая пришивается в саму серединку. Металлизированная такая снежинка. Металлический шармик. И очень интересные полосатые бусинки. Еще раз вам покажу на премью, как это смотрится. В общем, я также распечатывать не буду. Когда уже буду вышивать, покажу вам все эти детальки. Покажу все эти тонкости. С обратной стороны также мы видим ключ в ДМС. Перле ниточки ДМС. Крейник, блендинг, филамент. Используется здесь второго номера. 002. Сам шармик, как он пришивается и как он выглядит. Уже давно я купила две схемы от английского дизайнера. Это бренда Кейс. Мне очень нравится этот красный дом. И, как пишет сама бренда Кейс, его можно использовать, именно этот сэмплер можно использовать как свадебный сэмплер. Его можно использовать как фамильный сэмплер. Где используются различные, также видите, детали. В деталях животные. И мне нравятся эти сэмплеры у нее. Они необыкновенные. Полностью всю комплектацию вам показывать не буду. Я только покажу несколько деталей, которые вложены в этот пакет. И посмотрите, на какой интересной бумаге напечатан сам ключ в ДМС. И также вкладывает бренда Кейс вот такие карточки, где вы можете подписать, кто вышивал эту работу, когда вышивалась эта работа. И когда оформится сам сэмплер. Приклеить эту карточку с обратной стороны на оформленную работу. Очень интересный. Также она вкладывает вот такие отдельные пакеты. Чистый абсолютно пакет. И она пишет, что в эти пакеты вы можете разместить свою схему, чтобы она не спачкалась во время того, как вы будете вышивать эту работу. И в общем, это просто забота у нас в вышивальщицах. Это потрясающе. Вот так еще выглядит внутренняя бумага. И сама схема идет, видите, на белом листе. Но то, что меня поразило, дополнительно такая инструкция со стежками. Также вложено вот такой квадрат с алфавитом. И бренда нам рекомендует сначала нарисовать на вот этой диаграмме. То есть она прилагает в клеточках все это, свои имена. И отсюда уже можно вышивать. Очень интересно. И на обратной стороне различные символы, что они обозначают. Один из символов, который меня очень удивил, когда публикуется в сэмплерах змея, то это обозначает путешествие. Я не буду вам все зачитывать эти символы. Но они достаточно интересны. Наверное, ближе и глубже я уже вам расскажу, когда буду вышивать этот сэмплер. Еще одну схему от бренда Кейс. Я выбрала самый большой сэмплер, который есть у нее на сайте. Но заказывала я все эти покупки в магазине Stitch House. Это самый большой из сэмплеров. И он находится в разделе репродукции. Про этот сэмплер сказано, что это один из самых сложных сэмплеров от бренда. И самых больших сэмплеров размером 51 на 51 сантиметр. Если нужен сложный такой интересный проект, от которого вы не заскучаете, то именно этот проект нужен вышивальщице. И я решила, что это именно мой проект. Именно тот сэмплер, который мне нужен. Конечно, когда я его буду вышивать, я вам покажу все содержимое. Могу сказать только, что сэмплеры от бренда Кейс вышиваются ниточками DMC. Что очень достаточно приятно, потому что это доступные нитки и ими приятно вышивать. Видите, какая крупная схема. Я вам буквально кусочек покажу. И еще одна покупка у меня была на Алиэкспресс. Алиэкспресс я получила вот так вот в коробочке, получила всем известный органайзер на 30 ячеек. И немножко хочу сказать про этот органайзер. Некоторые из вас встречаются с такой проблемой. И вот Наргиз тоже рассказывала в своем видео. Привет тебе, Наргиз. И хочу сказать всем. Бывает так, не все иголочки входят хорошо в этот органайзер. Он очень хорошо разбирается, этот органайзер. Сейчас я вам и покажу. Вы снимаете. Он такой вот тоненький. Вы его вот так вот аккуратно достаете. Все это разбирается легко. При вас, видите, я это абсолютно спокойно делаю. Тоже вложен фетр, но он, видите, какой тоненький. Выбирайте фетр потолще и помягче. Они есть разной плотности. Можно вырезать такую же фетровую полосочку, вложить ее и собрать снова этот органайзер. И пользоваться с удовольствием. И ваши иголочки будут очень хорошо туда помещаться. Даже не говоря о том, что он вот такой вот недостаточно глубокий. Были все мои такие покупки. Я думаю, что не скоро еще будет видео о покупках. А как что у меня там соберется, конечно, я вам все это покажу. Всем вам большое спасибо за внимание. Всего вам доброго. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok